Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы смотрите обзор главных аграрных новостей за неделю. В этом выпуске мы расскажем, как Россия борется с ослаблением рубля, на каких условиях аграрии получат удобрения в новом сезоне и сколько молочных продуктов мы можем производить без импортных заквасок. В течение мая аграрии юга России наблюдали стремительное падение закупочных цен на пшеницу. Это было связано, во-первых, с тем, что экспортеры уже выбрали свои квоты, а во-вторых, с тем, что рубль невероятно укрепился. Первый фактор все еще продолжает действовать, а вот в динамике рубля, похоже, наметился разворот. Правительство и Центробанк вводили в марте жесточайшие правила, которые должны были поддержать национальную валюту. Теперь же они эти правила ослабляют. Минфин разрешил экспортерам продавать не 80%, а всего 50% валютной выручки. Центробанк увеличил срок продажи валюты для экспортеров с 60 до 120 рабочих дней. Ну и, наконец, ключевая ставка была снижена до 11%. Фактически это призыв к оживлению экономики. Доллар подорожал до 66 рублей, а вслед за ним, хоть и на копеечку, но все-таки выросла цена на пшеницу в глубоководных портах. Некоторые наши подписчики склонны обвинять экспортеров в том, что они, мол, дают несправедливо низкую закупочную цену на пшеницу. По словам гендиректора Экар Дмитрия Рылько, в марте действительно было несколько недель, когда трейдеры могли получить супермаржу. Но этот счастливый период быстро закончился. Сами экспортеры сообщают, что столкнулись с так называемыми скрытыми санкциями. Они выражаются в том, что финансовые организации блокируют платежи в адрес российских компаний, отказываются предоставлять им инструменты хеджирования рисков, отказывают в страховании грузов и так далее. Как рассказал глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, самым большим разочарованием для рынка стала Швейцария, которая запустила самые жесткие требования. В результате компании не могут получить месяцами средства за поставленный товар. Эксперт отметил, что финансовые ограничения стали самой больной темой. И если крупные компании проходят этот период с минимальной болью, то для малых и средних предприятий эти последствия могут быть катастрофичны. Потому что задержка расчетов по отгруженному зерну на несколько месяцев может привести к их дефолту. Ну и как мы убедились на примере масличных, чем меньше на рынке покупателей, тем более низкую цену они предлагают продавцу. И поскольку министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия не рассматривает вопрос отмены пошлины на экспорт зерна, рассчитывать теперь приходится только на валютный фактор. По мнению главы Савэкона Андрея Сизова, среди разных видов зерна наиболее востребованным, наиболее ликвидным товаром все-таки останется пшеница. Можно отказаться от подсолнечника, перейти на пары, но пшеница будет главной культурой в севообороте. Познакомиться с новинками селекции пшеницы, выбрать сорта на новые сезоны. Главное, задать давно однозревшие вопросы ученым вы можете на днях поля, которые проведет группа компании «Эрзеагра». 7 июня в хуторе Донской Зерноградского района и 17 июня в хуторе Вишневка Морозовского района. Селекционеры Национального центра зерна имени Лукьяненко, Всероссийского института масличных культур имени Пустовойта, Донского и Северокавказского аграрных научных центров покажут свои новинки и расскажут о них. Вы сможете увидеть 120 сортов полевых культур, а также узнать, какие исследования по технологии выращивания зерновых и зерновобовых проводила в собственной лаборатории команда «Эрзеагра». День поля будет особенно интересен тем, кто задумывается о точном земледелии или уже применяет его у себя на полях. У «Эрзеагра» в этом вопросе большой опыт и не упустите возможность подчеркнуть для себя что-то новое. Подробности вы можете узнать на сайте компании и по телефону, который видите на своих экранах. Одним из интереснейших мероприятий прошлой недели было заседание Аграрного комитета Совета Федерации, где обсуждались цены на минеральные удобрения. Хотя обсуждались, это, пожалуй, не самое верное слово, чтобы описать происходящее. Представители министерств поочередно докладывали, что в 2021 году производители удобрений добровольно зафиксировали цены, что были введены ограничения на экспорт удобрений, что необоснованного роста цен нет, что на внутренний рынок удобрения поставляются согласно плану Минсельхоза и никаких проблем здесь не возникает. Кроме одной, о которой сказал замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Михаил Тимофеев. У нас есть озабоченность после сбора урожая. Цена на нашу продукцию, я имею в виду среди стоимость, конечно, она, видимо, будет увеличена в связи с тем, что произошел рост цен у нас и на удобрения, и на средства защиты растений. Других вопросов у нас нет. Спасибо. На заседании было сказано, что практика плановых поставок будет продолжена, и к 1 июня ведомство согласует новый график. Кроме того, исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов дал понять, что в правительстве приняли предложение ассоциации проиндексировать цены на минеральные удобрения. Он также отметил, что дистрибьюторская наценка в размере 5% не позволяет дистрибьюторам развиваться. И понимая, что удобрения стали слишком дорогими для аграриев, попросил правительство стимулировать спрос на удобрения за счет субсидий. Есть один момент по поводу субсидирования. Опять же, хотел бы вернуться. Субсидирование сельхозтоваропроизводителей для того, чтобы нам достичь 8 миллионов тонн в действующем веществе, наверняка будет необходимо. Потому что сейчас платежеспособный спрос не обеспечивает. Ответа на это предложение пока не последовало. Россия может с 1 июля и до конца года запретить экспорт риса и рисовой крупы. Это следует из законопроекта, который подготовил Минцельхоз России. Цель ограничения предсказуема. Правительство пытается обеспечить продовольственную безопасность. Минцельхоз рассчитывал, что в нынешнем году аграрии соберут больше миллиона тонн риса, из которого будет произведено 550 тысяч тонн крупы. Но после аварии на Федоровском гидроузле, случилось это 22 апреля, планы были нарушены. 11 мая удалось соорудить временную дамбу, но через два дня она разрушилась, работы возобновились и только в 20-х числах мая рисоводы смогли наконец посеять культуру. Урожайность ее под вопросом. Дмитрий Патрушев сообщил, что правительство не исключает и возможности обнуления импортных пошлин на рис, чтобы в стране было всего в достатке. Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут во время Всероссийского зернового форума, который прошел в Сочи, рассказала, когда будет снят запрет на экспорт подсолнечника и почему ввели пошлину на лен. Ограничения на подсолнечник, по словам Лут, не будет снято до тех пор, пока в России не будет достаточно сырья для заполнения внутренних мощностей по переработке. Замминистра уточнила, что в прошлом году в России вырастили 15,5 миллионов тонн подсолнечника, а переработать заводы могут 18 миллионов тонн. По этой же причине для поддержания сырьевой базы была введена и экспортная пошлина на лен, объяснила Оксана Лут. По ее словам, аграрии стали сеять больше льна в ущерб другим масличным культурам, потому что на лен нет пошлины, а на все остальные масличные культуры пошлина есть. У российских переработчиков молока возникла новая проблема. Теперь с заквасками для кисломолочных продуктов, пишет РИА Новости. Около 80% закваски для творога, сметаны, йогуртов производители завозили из Дании, Болгарии, Италии и других стран. Теперь в силу финансовых и логистических ограничений поток поставок ограничен. На это обратил внимание член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. Он попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева рассмотреть возможность поддержки отечественных компаний, чтобы они переходили на российское оборудование и сырье. В ассоциации «Союз молоко» уточнили, что сегодня на рынке нет дефицита заквасок. Крупнейшие производители сформировали запас импортных ингредиентов где-то на полгода. Но вопрос импортозамещения остается актуальным, поскольку Россия обеспечивает себя полностью лишь кефирными заквасками, а по другим видам молочных продуктов зависимость очень высока. И последняя новость на сегодня. Зампред Совета Безопасности, председатель Единой России Дмитрий Медведев на форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности» предложил отказаться от несколько унизительного термина импортозамещения и использовать другое выражение, например, технологический суверенитет. Переназывать вещи, которые неприятно, звучат вполне в духе последних веней. Поэтому мы, как аграрная медиа, ждем переименования пошлины в патриотический взнос, ведь деньги все-таки идут в отчизну, а рост цены на удобрения СССР – стимуляции к повышению эффективности. Но если без шуток, то у нас в Ростовской области есть удачный пример, когда хозяйство отказалось от химических пестицидов и минеральных удобрений, получил сертификат органика, успешно работает, производя чистую продукцию – хлеб, крупы, муку, хлопья, яйца. Это хозяйство «Биохутор Петровский», где мы 15 июня проведем День органического земледелия. В этот раз пул спикеров будет очень серьезным. Ждем исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко и крупного эксперта в области органического и биодинамического производства Анатолия Накарякова. Подробности об этом мероприятии, так же, как и о Дне поля Эрзы Агро, который я уже упоминала, вы найдете под видео. Вот и все на сегодня. Спасибо, что продержались до конца, надеемся на ваши лайки и увидимся на днях поля в Ростовской области.